Игры принципиальных соперников всегда привлекают особое внимание. Этот матч не стал исключением. С первых минут обе команды начали атаковать. В итоге первая шайба заброшена Александром Березенским на второй минуте матча. Болельщики Арестана ликуют, но радость была недолгой. Спустя три минуты хозяева сравнивают счет. И если до этой шайбы Львы играли первым номером, то пропущенный гол внес свои коррективы. В первом периоде игроки СРРКи, воспользовавшись большинством, забрасывают еще одну шайбу и выходят вперед. «Самое главное не пропустить сейчас. А забить, я думаю, забить-то забьем и будем больше бросать. Думаю, повезет. Слабенько начали, две ошибки сделали такие, вот за это и получили два гола как бы. А так игра вроде идет, надо бросать, забивать». В первой половине второй двадцати минутки преимущество было на стороне хозяев. Подтверждение тому две заброшенные шайбы и потасовка на льду между защитником СРРКи Дмитрием Громовым и нападающим Арестана Арнолда Самбососом. «Казалось бы, для СРРКи игра определена. Но львы сумели переломить ход матча и сократить счет до минимума. Дублем отметился Александр Архипов. На второй перерыв команды ушли при счете 4-3 в пользу хозяев». Игры плывов. Где-то первый период, наверное, дробнули чуть-чуть. Сейчас адреналин, наверное. Соперник спровоцировал где-то. Моментами ответили. Ну, наверное, эмоции подхлестнули, забили гол. В третьем периоде Львы продолжали атаковать ворота Сарарки. Одна из них завершилась успехом. Курт Максвейн сравнивает счет. Неизменным он оставался до тех пор, пока на 52-й минуте нападающий Сарарки Владимир Севастьянов не вывел свою команду вперед. После чего гости полностью завладели инициативой и довели матч до победы. Итог встречи 5-4 победа карагандинской команды. Таким образом, со счетом 1-0 Сарарка повела в серии, которая продлится до трех побед. Повторная встреча состоится 11 апреля в Караганде. Сергей Анабаев, Сергей Хромов, телекомпания «Сфера».